привет всем кто сейчас смотрит это видео особенно дреноманам дронолюбам дроноводам или квадроманов так как ему больше нравится ну и тем конечно кто может первый раз зашел на мою страничку тем кто постоянно интересуется новостями на этом канале сразу хочу предупредить всех особенно кто первый раз я не блогер я не регулярно выкладываю видео по возможности есть возможности обладает материал который мне интересен или кому-то может быть будет может быть интересен я его выкладываю есть съемки интересные я делаю видео выкладываю нет ничего интересного я естественно в паузе поэтому не обессудьте если кто-то подписывался надеялся на регулярное видео это не от меня зависит тем более сейчас такая сложная обстановка и у нас в стране и соседней что летать нельзя снимать тоже нельзя поэтому особенно не наснимаешься особенно не налетаешься ну а сделать это видео меня подтолкнул один ход который со мной произошел в этом году я думаю что мы раскроем тему этого видео перерождение 10-дюймового дрона в 5-дюймовый и причем тут айнав 70 кого-то сразу заинтересовало айнав 70 потому что информации по айнав 70 очень мало на русском языке практически его нет есть только вот авторов айнава и еще на испанского арабского несколько роликов которые рассказывают как они настраивают свои машины на айнав 70 я не буду делать этого обзора я вам покажу то что я сделал потому что до конца сам не понял точно не понял полости как настраивается на 70 ну и до этого еще даю так что же меня подтолкнула к созданию этого видео кто давно смотрит этот канал кто следит за моими роликами особенно про квадрокоптеры тот помнит что три года назад я собрал первый свой квадрокоптер на бокомоторах до этого были на коллекторных и все мы были у меня и 907 вот я первый собрал на бокомоторах своей сборки в корпусе силы вот сейчас вы его видите вот этот трон именно для видеоснимки за ним был поток корпусе пентуса их 16 практически аналогичные только разница в том что были моторы другого производителя на на бентосе были диджаевские моторы а на 7 на хорсе 7 были другие которые в общем-то используются тоже 2212 1000 ккв а на бентосе 920 ккв ну и три года я летал ну вернее два прошлый год не летал вообще два года я летал с прошивкой 26.1 она меня устраивала все было нормально ну и сложновато конечно было на тройсках долго приходилось отбирать пиды и к тому и к другому и тем более когда увеличивается усиливается или вернее утяжеляется сама конструкция с подвесом с камерой или меняешь пропеллеры другие двухлопастные на трехлопастные надо все время было корректировать пиды это было определенным неудобством особенно когда редко нет и вот я перепрошил и один и второй дрон в мае месяце я заказал новые аккумуляторы появились на рынке морисель 21700 45 ампирные на 4.2 ампер часа заказал ее для пробы 4 аккумулятора собрал из них 4С аккумулятор в сборку решил проверить как сейчас с такой сборкой будет летать у меня дрон ну и решил проверить его естественно синий вот на то что у меня перед этим летало я собирал эти ионные 18650 сборку четырех баночную я тогда на алиэкспрессе заказывал 8 аккумуляторов из которых три впоследствии осталось и оказались ну ерунда не соответствовали а вообще все аккумуляторы я заказывал Panasonic 20 амперные они оказались у нас у 8 амперные то есть ну сами понимаете али есть али вот я решил что же за морисель посмотрел в интернете положительные видео с тестами этих аккумуляторов вот и решил собрать свой собрал поднял ну что далеко то нельзя ходить где то запускать дроны я поднял его над своим двором на даче метров на 7 ну думаю повисит повисит посмотрю сколько повисит и я и вообще поднял через он сразу меня просел порядка на 35 30-35 процентов вот ну висел 2 минуты нормально все практически ток был ровный вот вольтаж ровный вот ровно разряжался и в другой один прекрасный момент когда я решил поднять выше ему что-то в голову вернее в мозги полетного контроллера что-то ударило он резко ушел в сторону в сторону посадки в сторону заброшенного участка вот как не показалось то он упал это же не показалось только я истоптал всю посадку истоптал площадку поиски ни к чему не привели нашел его через три с половиной месяца или не я нашел его а его нашел тракторист который который наводил порядок на подсолнечном поле подсолнечное поле начали убирать уже через три с половиной месяца комбайн приехал я услышал что там аудит комбайн поднял мавик мавик начал следить за комбайн обнаружил что тракторист останавливает вот вы сейчас видите эти кадры тракторист останавливает свой трактор и что-то несет посадки я приблизился вижу черные черные я понимаю что это остатки дрона сажаю мавик и бегу к месту захоронения остатков моего трона ну все практически было на месте за исключением самого аккумулятора там было два аккумулятора один для видеопередатчика небольшой двухбаночный и четырехбаночный для полетного контроллера моторов значит это большого аккумулятора моря советского его не оказалось и курсовой камеры все остальное было на месте но все было так извините ну засрано грязью потому что шли ливни большие он где-то там лежал три с половиной месяца это просто было все загажено при проверке уцелевших деталей оказалось что два регулятор ну просто раздавлены или трактором или комбайном там не хватило не хватало транзисторов не хватило не хватило в общем два вроде как целые были ну и все моторы проезжавшие в этой грязи забиты этой грязью потому что при подключении два сразу сгорели остальные оставшиеся два я не стал подключать сначала разобрал потом прочистил потом уже проверял ну вывод был такой что необходимо менять регуляторы необходимо новый корпус если боинг-тоевский корпус у меня еще был там два еще корпуса у меня было новых я их не использовал то Симовский надо было приобретать или собирать боинг-тоевский зачем мне одинаковые дроны я хотел что-нибудь новенькое и надо перематывать моторы как перематывать моторы по какой схеме у меня все моторы были по схеме дельта то есть треугольник я посмотрел что люди перематывают звездой и получают 30 процентов экономии и увеличение полетного времени на трейнолетах я хотел не фристайловский не гоночный а такое что-то спокойное собрать ну вот мне пришла мысль собрать 5-дюймовый маленький квадрокоптер на той же базе тот же Мотек 405С значит те же регуляторы Вилл Хелли у меня на одного стояли 30 аппер но я думаю и буду использовать моторы все-таки решил попробовать использовать 2212 как у меня были на этих квадрокоптерах но моя попытка разобрать моторы вот сейчас вы видите эти моторы и рассказывают о моторах дальше у нас о том как я их разбирала и что я придумал но с моторами вышло туговато это уже следующая тема нашего рассказа вернее мы его рассказываем переходим к моторам решив собирать новый дрон 5-дюймовый и в первую очередь мне необходимо решить проблему с моторами вот у меня такие моторы стояли на пропавшем дроне пропавшем дроне причину его я так сразу причину его потери в подсолнечном поле которое мы с внуками на протяжении двух месяцев изучали и привлекли даже кошку к этому вдоль и поперек причину так я не нашел сразу она потом всплыла у меня был уже мотор но без вала сломанный вал где-то даже здесь есть он стоял на 7 при одном из падений он рухнул на футбольное поле сломался этот вал вот он здесь был вот здесь пазик имеется вот он вставляется сломался как раз под корешок что называется я выбил потому что думал может быть использую этот колокол вот у меня был такой мотор с переломом волна я решил потренироваться на нем в разборке он разобрался довольно-таки легко но когда я начал разбирать эти моторы я столкнулся с тем что по той схеме которую предлагают блогеры наши с помощью 3М винтов вот таких шурупов что к сожалению они только начинают выходить и уже срывают то есть не то что выходить начинают упираться и уже срывают резьбу вот два четыре сколько вы туда не ставили и чтобы туда не совали тем более что здесь такой зазор маленький ну надо снимать шайбу шайба снимается туда вставляется монетка одна копеечка под каждой или кто-то уголок мебельный кто-то еще ну по-разному у меня во всяком случае резьба была сорвана на трех сразу на четырех даже у меня было на четырех была сорвана резьба мне пришлось нарезать м4 то есть четвертый четырехмиллиметровый под четырехмиллиметровые болты самые это шурупы то есть не шурупы а болты вот но и эти даже не выдерживали невозможно было снять потому что катушка катушка вот такая катушка насажена на статор эпоксидной смолой эпоксидной смолой и сорвать с помощью винтов ну никак нельзя поэтому я пошел на хитрость только немного срываешь причем срыв резьбы идет уже почти в самом конце придумал механизм для безопасного или безвредного снятия катушки со статора не было у меня в квартире сварки не было у меня уголка я пошел на рынок начал присматривать что же из металла можно было найти вот такие уголки мебельные один усиленный вот такой уже с отверстиями здесь под 8 миллиметров вот они вот отверстия вот здесь оставалось только пропилить а здесь четырьмя болтами надо было соединить два уголка и 7 сантиметровый ну можно и поменьше было 6 болт 8 здесь мне сразу же продавец поставил гайку такую вот но ее мало оказалось мне пришлось из-за того что он не болтался он немножко ходит сюда поставить еще одну гаечку завальцевал эту гайку у него такая вот универсальная с внутренней резьбой все без проблем завальцуется завальцовывается они сделал вот такой вот механизм в чем же его суть вот можно показывать на этом я пока покажу на этом не буду вот вот статор статор с катушкой вы его сорвали чуть-чуть сорвали дальше ну уже провод вот тут который там вы его не жалеете насаживаете сюда и завинчиваете и завинчиваете сюда этот болт почему этим болтом что болт он был по диаметру по диаметру вот этого кольца здесь стоит подшипник подшипник и он очень такой нежный в плане что там мембрана которая закрывает сами подшипники шарики она может быть если будет меньше диаметр то она будет повреждена и подшипник потом у вас будет тереться и выйдет из строя быстро ну конечно можно купить они недорогие на алиэкспрессе пожалуйста и вот вы таким образом вставляете крутите ключиком или плоскогубцем если возможно и выдавливаете статор и катушка у вас цела нигде не повреждается потому что вот это у меня повреждена видите если вы увидите не знаю сейчас я вам покажу в чем опасность этого что пластины расслаиваются на концах именно когда вы вот этими болтиками давите упираете эти пластины повреждаются и вот они вот расходятся а потом уже здесь проблема с намоткой вот и в общем у меня из пяти статоров будем так говорить потому что рабочих колоколов было четыре а статоров было пять можно было использовать из пяти статоров у меня целый остался только один вот один видите неповрежденные естественно использовать вот это вот все использовать в новом дроне тем более на раме 225 раме вот это вот тоже ну нельзя было надо было заказывать новые моторы новый комплект моторов эти же моторы было бессмысленно заказывать но я решил все-таки раз раз 2212 знаю 2212 и когда попробовал у меня был еще один сгоревший мотор вот этот диджаевский так называемый диджаевский не будем спорить если диджаев но такого качества конечно очень стремного сгоревший сгоревший он очень легко разобрался потому что там скорее всего не апоксидная смола была там был супер клей который сорвался даже катушка вручную уходит без проблем снимается я решил на нем попробовать перематывать но как не перематывал он все время горел почему потому что вот эта вот часть катушки она не покрыта лаком я уже сам покрывал лаком все равно этот лак здесь осыпался и обгорал вот вот эта вот часть это какая-то странная катушка и кроме того у меня как я вам уже показал здесь началось отслоение повреждения вот этих вот лучей пластин на лучах и здесь все время повреждалась эмаль на провоку я заказал четыре таких мотора и приготовился к перемотке с моторами в принципе я решил перемотались они очень легко по калькулятору я намотал на 1500 кв из 920 я сделал 1500 кв хорошие моторы значит по пять витков на луч экспериментируем разными начиная от 0,6 миллиметра проволока 0,3 это 0,2,8 миллиметра 0,3 миллиметра сначала удачными были две жилы нитки по 0,3 нитки 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Я по нитке вижу, она темнее, собрал два мотора и решил уже на диджаевских собирать по 0.32 Я собрал по 0.32 Опа-на, у нас здесь кое-что нашлось, по 0.32 Видите, вот такая у нас ценная вещь Вот она, мы её вернём в зад Собрал, замотал, уже не помню, кажется все по 0.32 И поставил на раму, раму я купил марк 4 На алиэкспрессе я тогда брать не мог, я покупал её через джун Потому что алиэкспресс отказывал в приёме платежей в связи с трудностями логистики Потом мне подсказали, как этот вопрос обойти, и я стал заказывать на алиэкспрессе Ну, параллельно ещё экспериментировал на этих моторах Все вот эти моторы у меня 4 рабочих Здесь два перемотаны проволокой 0.32 И два перемотаны проволокой 0.28 Проволоку, которую перематывал на 0.64 Они очень сильно грелись Не знаю почему, хотя чем лучше проволока, тем сопротивление должно быть меньше Но они сильно грелись Только моторы, которые перематываю, сейчас стоят на квадрокоптере Они практически не греются А которые при 4 нитке намотаны, 5 витков фазы по 4 нитки 0.28 вообще никак не греются Вообще никак не греются И все эти моторы использовали рабочие, но только надо найти им применение Ну, когда пытались разобрать Ну, я-то ещё мне услуги свои предложил мой товарищ Говорю, давай я тебе разберу Он разобрал мне так, что статоры, два статора Просто-напросто разломал Ну, я тут немножко подровнял, попробовал И нормально работает этот статор Обтачиваешь острые края И он вот такой вот получается мотор Без проблем Так что перематывать можно Работать можно Но в какой-то момент я засомневался В какой-то момент я засомневался в том, что у меня квадрокоптер будет работать Я заказал Вот у меня здесь Такой испытательный полигончик небольшой Я испытывал Как аккумуляторы Которые опять собрал Заказал уже в Голландии Заказал в Европе В Голландии Аккумуляторы Малисель Опять же, 45 ампер 4,2 ампер часа Сделал две сборки Они мне обошлись гораздо дешевле Практически в полтора раза Если не больше Ну, если сама цена аккумулятора В два раза дешевле, чем я бы покупал Здесь в Украине у нас В Днепропетровске Или в Киеве Или в Харькове А плюс там еще Надо было 8 евро За доставку заплатить Но оно все равно получилось Полтора раза дешевле Чем бы я здесь Собрал два аккумулятора Четырех баночных И испытывал На этом испытательном стенде Испытывал Эти вот моторы И те моторы Которые у меня Стоят на квадрокопте Сейчас Ну, в какой-то момент Засомневался И заказал Еще Благо была Акция Ноябрьская Значит По хорошей цене В четыре мотора 2507 на 1800 КВ Тоже хорошие моторы Но все их недостатки За исключением вот этого Это цельнометаллический А это с использованием пластмасса Эти здесь металла Здесь пластмасса Поэтому они не должны греться Если они будут греться То они будут расклеиваться Эта часть будет просто На простого и так И в какой-то момент Я даже засомневался В целесообразности Использования Вот этих моторов Этих моторов А в перспективе Использования Вот таких Что же у меня получился За квадрокоптер Это я думаю С моторами все понятно Я не буду показывать Как их перематывал Я не буду вам демонстрировать Испытания этих моторов Значит Потому что Это достаточно добра В интернете Кого это интересует Он сам найдет И посмотрит Хотя я мог бы здесь Устроить Шоу Когда с моего стола Рабочего Разлетаются Все Вот От паяльника Все летит Потому что Такой Что действительно Ток Ток Со значительно Меньший Ток Разряда При работе Квадрокоптера На Моторах Перемотанных По звезде Я вам это Продемонстрирую Видео В полетах Квадрокоптера Если у меня На больших Моторах Разход То есть Разряд тока Был За 42 Это Я даже Сейчас не помню точно Потому что Особенно не задавался Замерами Но это можно будет провести Эксперимент Был кто-то Поднять На который Остался Мне 10-дюймовый И посмотреть Какое потребление Будет Ток Сравнан Но Во всяком случае Сейчас Вот последний тест Он мне Показал Расход Значит Колебался При Резких Подъемах И При держании От 14 До 18 Ампер Но это Еще в передъемности Сейчас я вам покажу Что же я сделал Какой квадрокоптер Вот получился Такой у меня Квадрик Я его не буду разбирать Вам показывать Я вам только Расскажу Значит Что здесь Вот эти моторы Моторы 5-дюймовые Винты Рама Марк Четыре Хорошая Рама 225 Миллиметров Что здесь Полетный Торбоконтроллер Полетный Контроллер Мотек Ф405 СЕ Как я уже говорил Или здесь не говорил Сейчас скажу Аппаратура Управления Флайскаевская Самая Так сказать Распространенная Особенно Пользуется У начинающих Я Что вам говорю Я не спортсмен Я не блогер Поэтому Покупать дорогую аппаратуру Я не собирался Тем более Что мне Мои аппаратуры Вполне Достаточно Хватает Она у меня Перепрошита 14-канальная Вот И все Это нормально Значит Регуляторы оборотов Белл хели 20 амперные 4 регулятора Приемник Стоит Тот же С комплекта Флайскай Ай-8 То есть Ай-6 Даже Ай-6 Вот Управление Идет По ППЛ-каналу По Приемник В Ай-Бас Использую Систему Ай-Бас Ай-Бас Хотя Можно Ай-Бас Было Использовать Но я Как-то С самого Начала Не стал Меня Перестраивать Вот Видеопередатчик Вот он Стоит У меня Видеопередатчик Да Кстати Приемник Приемник Он стоит У меня Без корпуса Вот Приемник ФС Ай-Ай-Ай-6 Б Вот Корпус Я снял Чтоб он Меньше места Занимал И поставил Ну давайте Ремешок Снимем Ремешок Снимем Вот Наш Были проблемы Были проблемы У меня Что вот этот Разъемчик Во время полета Соскакивал Ну не совсем соскакивал А съезжал И у меня пропадала Связь С приемником Я не мог понять В чем дело Это я вам покажу Видите Видео Которое Я приложу С тестовыми полетами Вот И включалась Фэлсейв Включался Фэлсейв А я Всячески Упирался И пытался Удержать Квадрокоптер В полете Вот он Так Приемничек Он у меня На Двухстороннем Скотче Автомобильном К решетке Самого Полетного Контроллера Значит Стойки Стойки Которые были В комплекте У меня Вот они Стойки Которые В комплекте Были Я их заменил На Вот эти Такие Сточки Были Я их Заменил На Покороче Вот Покороче Оставил Потому что Слишком Длинные Они мне Не нужны Дальше Как я уже говорил Видеопередатчик Здесь Стоит Пума Пума Одноватная 1000 Милливатт Очень мощный Передатчик Видеопередатчик И вот И вот Тут не видно Вот он у меня На Двухстороннем Скотче И стяжечкой Самый Распространенный Недорогой GPS Модуль С компасом Он у меня Хорошо Летает И на Боингтосе И на Симе Летал Хорошо Не подводил Если Он у меня Там Летал С прошивкой 261 Убоксе На Убоксе 7 летает Нормально Работает Здесь Так Дальше Пищалка Мотековская Вот она У меня Здесь Пищалка Мотековская Сюда Здесь Курсовая Камера Недорогая Недорогая Сначала Я поставил Runcam 2 Nano Потом Пришла Эта Я Поставил Снимать Не стал Потому Мне Больше Понравилось Чем Что Здесь Сразу Я Подпаял На Полетный Контроллер Контроллер Что Там У меня Через Разъем В общем Там Замройский Был Отрывался Проводок Тонкие Проводочки Я Поменял Может Последствия Поменю Обратно Но Пока Стоит Пока Еще Учимся Летать Что Еще Дальше У меня Здесь Светодиоды На Лучах Вот На Лучах У нас Светодиоды Вот Они По Два На Луч На Задних Лучах Красный На Передних Лучах Зеленый Разъем Питания Я Он Был У меня Длинный Я Обрезал Сделал Короткий Поставил Так Удобно Потому что Если Вниз Он Стоял У меня Вниз Его Когда Ставишь На Стол На Землю Упирается Стол В Землю Выгинается Подключать Не Все Удобно Хотя Провода Снизу Когда Они Не Цепляются Винтами Здесь У меня Были Проблемы Что Провода Цеплялись Сейчас Мы Подключим Здесь Все Для Камеры Крепеж Для Записи Можно Ставить И В Боксе Предохранительном То есть Защитном И Без Бокса В Боксе Тяжеловато Так Возможность Аккумулятор Ставить Сверху Есть У Меня Подготовленная Площадка Снизу Два Аккумулятора То есть Я могу Ставить Два Аккумулятора Через Переходник Два Таких Аккумулятора Почему Я Собирал Два Я Обычно По Два Приобретаю По Два Делаю Чтобы Можно Было Увеличивать Объем Аккумулятора Вот Они У Меня Так Вот Цепляются Один Ремешком Спереди Другой Ремешком Сзади Второй Аккумулятор Не вижу Где-то Я убрал Вот И Все И Вот Два Снизу Пожалуйста Летайте Без Проблем Ну В общем Такой Получился У меня Маленький Квадрокоптер Сначала У меня Честно Откровенно Ввел В ступор Своими Летными Характеристиками И я Уже Собирался Его Переделать То есть Как я уже Сказал Менять На Эти Мотор Может быть В перспективе Я и поменяю Эти Моторы Сюда Сниму И Переставлю На 10 Дюймовый Квадрокоптер Может Придется Перемотать Опять же На Тысячу Ковые Где-то Сделать А эти Я поставлю Сюда Но Это Пока В перспективе Сейчас У меня Такая Задача Не стоит Задача У меня Следующим Научить Его Хорошо Летать И добиться Максимального Максимальной Длительности Полета Пока Максимально Мы Добились 15 Минут Сейчас Перейдем Мы с вами К тестам Где Документально Рассмотрим В чем Была Проблема С 10 Дюймовым Почему Он улетел И Почему Этот Не хотел Нормально Летать До Вчерашнего Дня